Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Зейра Байчорова. И сегодня мы поговорим о семейном психологическом климате в ситуации неопределенности и изменений. Для родителей сейчас очень актуален надвигающийся учебный год. Этот учебный год таит в себе много неопределенного. Пока не ясно, состоятся ли праздничные линейки, как будет проходить обучение онлайн или в классе, и нужно ли детям носить в школе маски. Как в этой ситуации тревожному родителю справиться со своей тревогой и успокоить ребенка, мы поговорим с медицинским психологом Ставропольской краевой психиатрической больницы Денисом Севрюгиным. Денис Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что посетили нас. Тема достаточно интересная, актуальная. Сейчас вот надвигается новый учебный год. Ну, собственно, это уже повод для того, чтобы переживать. Может быть, что-то деткам не докупили, может быть, с учителем не встретились. А тут еще и вот в свете последних событий, то мы дома сидели несколько месяцев, то там, я не знаю, маски нужно было везде одевать, то онлайн-обучение. Ну и вполне понятно, что родители переживают, тревожатся. Вот в родительских чатах очень много вопросов по поводу того, что вот, а как дети будут питаться, а будут ли они ходить в масках, а как они будут дышать в этих масках, вот что вообще будет и так далее. Как справиться вот с этой тревогой? Как помочь своему ребенку, если эта тревога вот передается малышу? Ну, или подростку? Ну, первое, что хотел бы сказать, что мы уже пять месяцев прожили в этих условиях пандемии. И как-то получается, что мы вполне справляемся в целом с этой историей. Вот, конечно, эти вопросы волнуют родителей, да, то, что вы перечислили, особенно, я думаю, это касается онлайн-обучения, да, потому что опыт этих нескольких весенних месяцев, да, он был очень сложным и для детей, и для родителей. Это что-то совершенно новое, необычное, и разным людям было сложно справляться с этим. Да, да. Но в целом это как с любым не очень приятным опытом. Да, вот если у нас случилось что-то такое не очень приятное, с чем нам было тяжело, и вот грядет повторение, да. И мы, конечно, в этой ситуации, ну, как бы переживаем. Да, тогда, чтобы с этим как-то справиться, нужно привести свои ожидания в некоторое соответствие с тем, что будет происходить. То есть мы не можем страдать и переживать вечно. Организм наш адаптируется вот к любым изменениям, да, в итоге? В целом, да. То есть обычно, ну, как бы что ни происходило, мы привыкаем к тому, что происходит. Ну, вопрос, конечно, в той цене, которую мы платим. В целом, эмоциональной цене, да, цене нашего такого внутреннего равновесия, которое мы часто теряем. В принципе, тревога, которую испытывает родитель, да, это как раз и есть тот способ, которым он справляется с этим. А, то есть наоборот, она нам помогает, да, вот перепреодолеть вот этот тревог. Да, если вы замечали, то тревожные люди у них обычно, они готовы к экзаменам заранее. Те, кто не волнуется, читают последнюю ночь. И, в общем, ну, как бы, если на это изменить взгляд, то можно думать о том, что вы так справляетесь с этим и пытаетесь подготовиться, и ваш ребёнок будет более защищён, например, в каких-то новых условиях, потому что вы проделали такую большую работу перед тем, как... То есть иногда вот потревожиться это не вредно, да, получается? Ну, тревога... То есть это, наоборот, нужно, да, как страх, вот он нам помогает. В норме она нас защищает, то есть мы пытаемся предвидеть то будущее, с которым мы сталкиваемся, да, и проработать те варианты, которые нас ждут. И в целом мы оказываемся более защищёнными вот в тот момент, когда происходит этот контакт с будущим. Ну, то есть вы считаете, в принципе, к психологу обращаться не нужно, да, в данном случае? К психологу нужно обращаться в том случае, если, как бы, вы перестаёте справляться с этим, да, когда, ну, как бы, это становится таким бременем, которое тяжело выносить, да, когда вы не можете переключиться на что-то другое, когда постоянно вас мучает этот вопрос, и... Бессонница, да, вот в связи с этим... Ну, это уже когда, ну, так... Какие-то соматические признаки появляются невроза. Да, больше длится, да, это уже так переходит больше в такое невротическое состояние, когда нарушаются и, там, сон, аппетит, да, там, возможность контролировать своё эмоциональное состояние, больше раздражительность появляется, человек срывается, там, на кого-то и так далее. А вот с ребёнком что делать? Вот есть тревожные детки или подростки, вот возраст сложный? Ну, как бы, скорее, так, если ребёнок в этой ситуации, опять же, тревожится, да, хотя этой ситуации пять месяцев, да, нужно попытаться понять, с чем это связано. В принципе, он должен был адаптироваться, да, то есть этот опыт уже произошёл, он знает, что это такое в целом, да, ну, это может быть как-то неприятно, ещё как-то, но в целом обычно ребёнок справляется. То есть если он тревожен по какой-то причине, нужно думать об этой причине. То ли это в том, что, ну, так, мы так тревожны, как родители, и транслируем это, то ли, ну, как бы, он сам переживает эту новую ситуацию, и ему важно соответствовать, да, какому-то там своему представлению о качестве выполнения заданий и так далее, да. То есть эта тревога тогда будет проявляться во всех других новых ситуациях, ситуациях стресса, то есть, по идее, он так и будет реагировать. И тогда можно обращаться к специалисту и лучше разобраться с этой моделью, с помощью которой человек справляется, да, вот со стрессом, с новыми событиями в жизни. Ну, ясно. Ну, вот, знаете, хочу вот поподробнее обсудить тему онлайн-обучения. Ну, прошлый год, прошлый учебный год нам принёс немало сюрпризов. Мы как-то все вот хором вместе, дружно, всем миром, можно сказать, перешли на онлайн-обучение. И я вот даже должна сказать, что в Америке была вот такая же паника, такая же ситуация, это вот из первых уст. Ни учителя, ни родителей, ни дети, никто не знал, вот как себя вести в такой ситуации, не было какой-то единой организованной линии преподавания. В общем, им тоже тяжело этот опыт дался. Ну, вот как вы считаете, вообще онлайн-обучение, онлайн-общение, оно, хорошо это или плохо? Вообще, какие плюсы, минусы вот для наших детей? Ну, я бы так не стал размышлять, в этих терминах хорошо или плохо, потому что мы себя загоняем немножко в угол, да. Ну, вот с точки зрения психологической даже, вот просто, если говорить о когнитивных, познавательных процессах, да, и, собственно, тех знаниях, которые мы приобретаем, там есть одна сложность. Да, вот, и она начинается с начальной школы, да, и тем, кто постарше, им полегче, детям. То есть, ребёнку трудно, произвольно концентрировать внимание в достаточном объёме. Чем младше ребёнок, тем сложнее это делать. То есть, эта функция постепенно развивается ещё, когда ребёнок поступает в школу. Да, он только-только приобретает эту способность. Соответственно, чем младше ребёнок, тем ему сложнее, ну, как бы, сидеть над задачей, над упражнением. И если в школе, да, пространство структурировано таким образом, что учитель привлекает внимание, да, есть определённая длительность урока, это всё структура, в которой... Да, и визуализация идёт, и вот глаза в глаза, в контакт. Да, и он находится в этой системе, и ему проще с этим справляться. Когда он находится в естественной среде, семейной, домашней обстановке, ему гораздо сложнее в тех условиях, в которых он играл, да, сконцентрироваться. Да, и, соответственно, ну, родители реагируют на это, если он присутствует при этом, и на это тратится огромное колоссальное количество ресурсов, да. Вот это первая часть, да, касающаяся, как бы, обучения. Вторая часть, не менее важной вещи, которую выполняет, собственно, школа и то пространство, которое там создаётся, это общение. То есть одно дело, мы в школе получаем знания, другое, мы оказываемся в группе людей, своих ровесников, да, где, собственно, мы обкатываем те модели поведения, которые созданы благодаря взаимодействию в семье, в которой мы выросли. Да, и там есть возможность как-то корректировать, пробовать что-то, да, вот эти модели поведения. Всё-таки онлайн-среда, она не даёт такого пространства. Живого общения. И ребёнку это важно, да, и, ну, в том виде, в котором сейчас это, ну, технологии позволяют нам обеспечить, да, оно всё-таки, ну, как бы, уступает по качеству тому, что представляет, собственно, живое общение. А вообще, вот как вы думаете, онлайн-обучение, вот для кого оно вот хорошо, вот прям, мне кажется, всё-таки для детей оно не очень хорошо подходит, а для кого вот оно хорошо? Ну, что, по мнению родителей, дети частенько рады, что, в общем-то, им не приходится. Это правда, это правда. Хорошо сидеть в пижамке дома, да, где-то можно подсмотреть, у мамы спросить, писать. Ну, многие детки, вот я знаю, например, мои, они, им это всё очень быстро надоело, хочу в школу, хочу видеть друзей, мне это всё надоело. И родители зачастую не могут объяснить правильный материал ребёнку, нервничают, уже мечтают об учительнице. Ну, всё-таки, с другой стороны, вот эта вот история с онлайн-обучением, да, она создаёт совершенно другую возможность, да, вот самоорганизации. И, может быть, нам это для начала не очень привычно, да, но в целом это подталкивает нас, ну, как бы, делегировать ребёнку больше этой самостоятельности и находить какие-то пути вот её развития, да, и я думаю, что, ну, потенциально, да, если так оказывается, да, что вот всем понравилось это, и мы переходим к этой системе, что не исключено, в общем-то, да, то, ну, как бы, это позволит ребёнку, как бы, развивать эту самоорганизацию быстрее, качественнее и так далее. А вы знакомы вообще вот с этой системой онлайн-обучения, вот, сталкивались с этим? Ну, у меня тоже есть дети, я с ней сталкивался. Да, вот с этой стороны, то есть вы родители. Вот что бы вы поменяли, вот в следующий раз, если вдруг введут опять? Ну, мне кажется, что такая скорее... Какие-то рекомендации, вот как родители и психолога в одном лице? Ну, я думаю, что, ну, первое, это, ну, некоторая системность должна быть, вот то, что сложно ребёнку выдерживать в силу тех причин, о которых я уже сказал, да, важно, чтобы это было, ну, как бы, ясно структурировано, да, это, когда у тебя занятия, там, с 8 до 12, да, с перерывами такими-то, да, ты встраиваешься в эту систему. Наша психика так работает и лучше работает. Если это появится, да, это будет таким, ну, как бы, большим плюсом, да, вот, и для родителей, потому что они будут понимать, что происходит, и для детей, потому что, ну, как бы, вот этот разорванный график, который, ну, как бы, был, и я понимаю, что его невозможно было сделать по-другому, поэтому, потому что это свалилось на голову все. Я думаю, что невозможно, да. А вот сейчас поменять, вот сейчас уже можно было. Сейчас, наверное, можно, тогда, ну, как бы, я думаю, что просто не было ресурсов таких и опыта, да. Да, даже, что там говорить, компьютеры даже. Да, при всём желании это невозможно было сделать, поэтому я думаю, что мы отлично с этим справились. Ну, вот я считаю, что вот онлайн-обучение, это всё-таки для мотивированных людей, это либо это должен быть взрослый человек, который знает, зачем ему это нужно, вот, либо это должен быть какой-то отличник, ребёнок, который любит учиться, так же, как, там, гурман любит поездить. Ну, я думаю, что со временем, если эти системы будут развиваться, там будут продуманы эти мотивирующие факторы, то есть, ну, фактически мы имели дело просто, вот, ну, там, с чем-то, что есть онлайн. Да, в принципе, как и в любой программе, да, там, можно предусмотреть систему бонусов, поощрений и так далее, да, то есть, если она будет нормальным образом выстроена, продумана, в том числе с участием психологов, то, в общем, ну, я думаю, что это вполне может работать, по крайней мере, ну, как бы, в части предметов, ну, как бы, это очевидно, что... То есть, и к этому можно привыкнуть, ко всему можно привыкнуть и считать это вот зоной комфорта своего, да? Вы не представляете адаптивные возможности нашего психического аппарата. Да, это, наверное, это так и есть. А вот как объяснить ребёнку, что вот есть ограничения, которые не призваны ограничить их свободу, например, это необходимость, это нужно? А вот подросткам сложно это объяснить? Они почему-то думают, что кто-то посягает на их личное пространство, не дают мне выйти, не дают встретиться с друзьями. Ну, как объяснить, что это необходимо и при этом вот не стать врагом для своего ребёнка? Ну, как бы, мне кажется, что это не отличается от любого другого ограничения, то, с чем мы имеем дело. Первая вещь при объяснении каких-то правил, да, мы должны сами им следовать. Если мы говорим одно, а делаем другое, то это никогда не сработает, понимаете? То есть своим примером. Да, то есть, ну, как бы, если мы понимаем и верим, да, и так относимся к жизни, да, то мы транслируем эту позицию ребёнку. Если мы говорим одно, а делаем другое, да, ну, понятное дело, что это будет гораздо сложнее, да, принять ребёнку. И это скорее ведёт конфликт. Понятно, что подросток не будет это, ну, тут же воспринимать к исполнению, да. Значительную часть наших требований дети в этом возрасте не воспринимают к исполнению. То есть это норма, если он даже не воспринимает, это не считается, что... Ну, как бы, это точно так же, как он, там, приходит на полчаса позже, да, там, или, там, надевает чёрную одежду вместо той, которую мы купили, да, или слушает ту музыку, которая вам не нравится. Да, то есть и с маской может быть точно так же, да, что это может быть, ну, вот этой реакцией, такой сепарации, протеста и так далее. Можно даже, наоборот, предложить ему маску какую-то, вот его стиле, найти какие-то общие точки соприкосновения. Совсем другим, и я думаю, что опыта у родителей, как донести ребёнку ту идею, которую они хотят донести, ну, как бы, очень много, да. И другой вопрос, если, ну, как бы, с этим есть какие-то сложности, то они скорее были, понимаете. То есть это не... здесь не виноваты данные ограничения, то есть это ещё проблема раньше, да? Ну, понятно. А вот можете дать своеобразный ликбез для родителей подростков? Вот какое поведение подростка может насторожить и стать свидетельством того, что у него есть какие-то, вот, возможно, психологические проблемы? Ну, в целом, если так немножко системно это объяснять, да, то, ну, это как с простудой, да. Да, вот мы знаем, да, как меняется состояние нашего организма, если что-то не так с ним. Да, вот с психическим аппаратом точно так же. Первое, на что мы можем обратить внимание, да, это на изменения в поведении. Вот какие это изменения? Самое интересное. Любые, да. То есть вот в целом, если вы наблюдаете изменения, это требует внимания. То есть вы, например, заметили, что там ваш ребёнок больше времени проводит в компьютере, или он меньше общается с друзьями, да, или он, ну, как бы, больше внимания уделяет своему телу, там, образу и так далее, да, или он там перестал спать, да, или он стал более раздражительный. Если вы наблюдаете там что-то, какое-то изменение, вот, из перечисленных или ещё что-то, да, то это повод обратить на это внимание, спросить, да, ну, как бы, что с тобой происходит, как ты себя чувствуешь, да, о чём ты думаешь? Ну, вот бессонница – это не признак какого-то гормонального сбоя вот у подростков, да, или гормонального всплеска. То есть это может быть признаком как раз проблем психологического толка, да? Ну, может, как таковая, вот, я говорю, как с простудой, да. Да, одна бессонница, она не может быть, да, как, ну, не может быть боль в горле, там, одна, да, то есть к нему что-то присоединяется, да, например, насморк или температура или ещё что-то. Также к бессоннице присоединяется раздражительность, снижение успеваемости, например. Да, конечно, все такие подростки, они же всё время раздражительные, плохо учатся. Как понять, нормальные они или ненормальные? Понять вы сможете, когда обратите внимание на это. Ну, мы, собственно, мы же знаем своих детей вообще, какие они обычно, да? Да, то есть задача родителя, ну, как бы находиться рядом. Ребёнок будет говорить, что всё в порядке, до свидания, да. Наша задача сказать, что я беспокоюсь, если тебе нужна помощь, я готов оказать её. Да, вот ты делаешь что-то и то-то, и я тревожусь о тебе, да. Собственно, это та самая тревога, которая нам помогает... Справиться. Да, справиться и помочь ребёнку, если он нуждается в этой помощи. Обычно эта помощь отвергается, но формируются важные вещи. И если ребёнок чувствует, что ему нужна поддержка, он понимает, что он может обратиться к родителю. И тогда он обратится за этой помощью. Да, когда мы, ну, как бы, игнорируем это, возможность обратиться для ребёнка сужается. Вот как раз игнор с нашей стороны может вызвать такое деструктивное поведение, чтобы привлечь внимание. А если мы всё время рядом с ребёнком, да, то он будет понимать и знать, что родители рядом, если что, можно обратиться. Ну, в целом, да. Иногда, ну, как бы, такое деструктивное поведение. А если вот нужно пойти к психологу, вот необходимо, видишь, что необходимо, а как ему вот объяснить, что надо? Он сразу встанет в позу, скажет, я не псих. Ты ему начинаешь объяснять, что такое психиатр и психолог. Он начинает там ругаться. Ну, можно самому пойти к психологу. То есть сначала самому пойти, показать пример. Ну, то есть часть обращений, вот, ну, как бы, к психологам или в экстренные психологические службы, они поступают от родителей. Когда родитель не знает, ну, как найти общий язык там или что происходит, как вот лучше поговорить, чтобы обратить внимание на эту проблему. Собственно, в этом и можно попробовать разобраться на консультации. Да, тогда психолог поможет вам, ну, увидеть, как вы это делаете, да, на что вы там делаете акценты, можно расставить какие-то другие акценты, приоритеты. И тогда, ну, может быть, контакт с ребёнком состоится. А в целом, вот, вы не считаете, что просто этот возраст, наверное, можно как-то пережить? Ну, вот такой он, этот возраст. Я уверен, мы же с вами как-то его пережили. Да, да. Не обязательно бегать, чтобы психолог. В этом и смысл, да, родительство. То есть, ну, если родителю доступен этот опыт, когда он был подростком, да, он может лучше понимать. Часто этот опыт в подростковом возрасте очень тяжёлый, и мы стараемся его куда-нибудь подальше спрятать от себя, чтобы не думать об этом. И тогда эти проблемы нашего ребёнка, они оказываются, ну, как бы, не очень понятными для нас. Если мы в контакте со своим, таким внутренним подростком, с тем своим опытом, то мы сможем найти те слова и понимание, и рассказать какие-то истории своей жизни в этом возрасте. И с помощью них, да, найти какой-то контакт. Ну, конечно же, это очень тяжёлое время, но которое, в общем, вполне мы способны пережить. Пережить. А давайте вот сейчас пробежимся по возрастам. Вот с 7 до 11 лет ребёнок. Вот каким должно быть общение родителей с ребёнком от 7 до 11? Я думаю, что... Нет, они вот в этом возрасте, они как-то более ласковые, более, ну, близки с родителями, да? Да? Ну, в целом, да. Но вот если говорить в контексте школы, о которой мы сегодня говорили, да, то есть вот это начало такого перехода и поиска, ну, как бы, новых объектов, да, постепенно, да. То есть там появляется не только мама замечательная, да, но и первая учительница, которая такая чудесная, почти как мама, да. То есть, но, как бы, для нашей психики, ты знаешь, что ещё есть, да, кто-то, с кем ты можешь, да. Появляются, ну, как бы, одноклассники, с которыми ты пытаешься найти контакт, да, и оказывается, что есть кто-то, ну, там... Кто более авторитетен, чем... Ну, как бы, это, опять же, учителя, скорее, авторитетен, да, одноклассники такие, сиблинги, да, братья и сёстры, с которыми можно найти контакт и вне семьи, да, то есть, вот. Вот. И, ну, в целом, такое начинается спокойное, ещё поступательное такое движение, ну, как бы, во внешний мир, да, и столкновение. А когда вообще заканчивается этот период, вот, подростковый, когда ребёнок уже более осмысленно смотрит на вещи, с ним можно договориться? Ну, сейчас с ребёнком всегда можно... Есть, конечно, люди, у которых в 40 лет заканчивается, не дай бог. Да, с ребёнком всегда можно договориться, да, и иногда право, что подростковый возраст может не заканчиваться, да. Ну, в целом, сейчас границы сдвигаются, да, этого подросткового периода, да, ну, там, в разных источниках, там, это 18, 21, да, и... То есть, ну, понятно. Ну, не зря эти придумали цифры 21, 18. Да, да, да. Да, ясно. Ну, вот я по роду своей деятельности вот часто общалась с вашими коллегами, и вот многие из них рассказывают одну и ту же ситуацию. Родители приводят непослушного подростка, вот вам деньги, вот вам ребёнок, сделайте из него хорошего мальчика. Или дайте какую-нибудь волшебную таблетку. Как вы относитесь вообще к такому подходу? И удаётся ли это сделать? Ну, я думаю, что если родители пришли к психологу, это означает, что они о нём очень переживают и хотят каким-то образом помочь им, да, и я думаю, что это то, что помочь своему ребёнку, это то, что делает и должен делать каждый родитель, да. Просто у каждого свой способ донести это до кого-то. Понятно, что, ну, как бы сделать что-то с ребёнком просто так не получится, да, но, собственно, в этом и состоит психотерапевтическая, психологическая работа, чтобы помочь найти этот контакт, да, чтобы он, как бы, вот этот вот конфликт, да, или, там, коллапс в отношениях, который произошёл, чтобы он, ну, постепенно был восстановлен, да. И те, и другие, ну, как бы, поняли, ну, как бы, мотивацию в поведении друг друга, да, и всё-таки смогли пережить как-то этот кризисный момент. Родители тоже должны, наверное, принимать участие, да, в этом процессе? Чаще всего, ну, как бы... Отдельно с родителями беседы тоже идёт? То, что вначале происходит, мы как-то говорим о том формате, в котором мы будем работать, да. Да, это обычно бывает индивидуально, да, но в целом, как бы, важен диалог, как бы, вот, суть нашей работы в том, чтобы, что мы разговариваем с людьми и пытаемся договариваться. Точно так же и здесь, нам нужно договориться. Бывает так, что дети категорически не хотят, да, бывает так, что они готовы на совместные консультации, бывает так, что это отдельные консультации, да, с родителями отдельно и с детьми, да, там, с детьми, например, там чаще работают. А кто лучше идёт на контакт, девочки или мальчики? Девушки или юноши? Ну, я бы не стал бы таких гендерных различий делать. Просто я вот знаю, что женщины как-то больше психологию любят, понимают. Мужчины более ершисты в этом смысле. Ну, я думаю, что скорее-то опять, ну, как бы, социальные стереотипы, которые транслируются обычно обществом, да, и там позволяется, не позволяется, но в целом и те, и другие нуждаются в этом. И там мужчинам, может быть, сложнее обращаться, да, но порой, да, но как бы... Сложнее делиться, да, сокровенно? Ну да, то есть это такая, то есть им нужно какой-то барьер часто преодолеть в том, что они обращаются, и вот этот вот, как это, уже пресловутый, наверное, стереотип про сильного мужчину, который не плачет, в общем-то, я так, постепенно он так уже осыпается, в общем, и ветшает. И хорошо, да? Ну да, потому что, ну, в общем-то, всё это деструктивное поведение, которое связано с жизнью мужчин, короткой жизнью мужчин по сравнению с женщин, оно связано больше с психологией. И был даже такой доклад на Европейской Ассоциации Здравоохранения, посвящённой вот продолжительности жизни мужчин, связан, и его связывали как раз именно с психологическими установками, которые есть у мужчины, которые не позволяют ему вести... Но они изначально неприродные, это то есть навязало общество... Да, это то, что существует в нашем обществе от агрессивного стиля езды до злоупотребления разными веществами, алкоголем, курением и так далее, да. Ну и что мужчины не плачут, да, то есть они должны много работать, там, не щадить себя и всё делать для других. Вкратце, дайте пару рекомендаций родителям и будущим ученикам, вот на что стоит обратить внимание, когда меняется как-то ситуация, становится неопределённой, немного другой, буквально в двух словах. Ну, я бы сказал, что первое, нужно как-то разобраться со своими ожиданиями в отношении, как бы, этой ситуации, да. Чего вы хотите от ребёнка в этой ситуации. Если вы хотите, чтобы он там соответствовал всем тем же критериям, которым он раньше соответствовал, получал эти оценки, может быть, это стоит снизить, да. Может быть, если вы там собираетесь одновременно работать и успевать следить за его учёбой, как это было, когда он просто ходил в школу, и при онлайн-обучении, ну, нужно пересмотреть это, да, потому что это невозможно. И если вы ожидаете от ребёнка, что он будет усердно сидеть и учить уроки, ну, как бы, это невозможно, потому что, ну, как бы, он не может ещё, особенно если начальная школа, это опять, сразу перестроиться, да. То есть, естественно, там, ну, как бы, не нужно ожидать, что он будет их от и до делать, домашние задания. То есть, если вы как-то скорректируете, прежде всего, ожидания эти, да, то вы по другому... То и ребёнку будет легче. И ребёнку будет легче, и вам, самое главное, будет легче. В первую очередь, вам будет легче, и тогда будет легче ребёнку. Спасибо вам большое. Наша программа подходит к концу. Увидимся совсем скоро. Не переключайтесь и смотрите своё ТВ.